всем привет начинаю влог опять с готовки поскольку мы сидим дома и неизвестно сколько мы еще просидим решила сварить супчик небольшую кастрюльку потому что большую маниканье съедаем постоянно выливаем заварила себе фанчозу сейчас хочу сделать просто соевым соусом варить борщ мне осталась моя заправочка как раз на маленькую кастрюльку хотела поездить подружки я в итоге обон макс завтра ухом турбе поэтому поеду магазин варю просят цветную капусту купить но так по мелочи ну вот первый раз днем поспали потому что делать нам совсем нечего папа наш целый день играет и вот пока девчонки спали я значит лежала боже лежала и думала 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 надо нам убирать все новогодние вот значит будем сейчас убирать все вот эти вот штучки в ручке кстати ведь у меня стаканы расставлены с водой потому что воздух был влажный вот еще уберем эту елку уберем в детской елку и оставим одну нашу красотку цветами да чего опять одежду развесить у ваших детей нет такой привычки снять с себя и вот куда-то бросить положить положить что повесить я буду все это убирать нет зай домик уже не работает он уже отработался там раньше горел свет а холодный а светится на все таки работает еще точно а у меня и 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 Мы разбираем игрушки. Упала? Да. Если звезду снимет, она только будет падать. Звезда тяжелая. А это из-за нее? Мы пока что спим вот таким вот составом. Пока Макс ездит на работу. Чтобы девчонок не будить. Но скоро-скоро. Хватит орать. Что, ну скоро-скоро? Ну скоро-скоро у девочек появятся новые кроваты. Да, я так хочу новые кроваты. И мы тут будем без них. Их. Мне так нравится когда. Ну все, убрали. Я еще переставила рамку эту сюда. С нами сегодня еще четвертый спит. Какой? О, видишь там еще? И пятый. И пятый. И пятый. И пятый. У нас пятеро. Кукола и яйка. Я, кстати, просто обожаю этот комод. Он нам сэкономил столько места. У нас тут теперь все полотенца, все постельное белье лежит. Вообще просто. И настолько он здесь вписался, конечно, круто. Я ничего это слушаю. Девочки, вот вы меня спрашивали, какие способом я вяжу. Вяжу крючком сейчас девочкам плед. Я не знаю, как правильно научить этому. Сначала набираю просто ряд петель. Это самый простой способ. Я даже не знаю, как он называется. Сложно мне сейчас через камеру просто смотреть, поэтому все медленно. На самом деле очень быстренько все это получается. Вот у нас уже следующий ряд идет. Вот, то есть получится у меня плед от темно-серого. Я уже показывала к белому. Но, единственное, наверное, мне не хватит. Поэтому придется ехать и докупать еще цвета, чтобы от белого опять шло к темному. Потому что, конечно, на кровать в 200 сантиметров этой пряжи у меня не хватит. 5 мотков я купила. Наверное, вот еще нужно будет 3-4. Вот, если вам так будет видно, то есть я продеваю каждую петельку, захватываю и продеваю через две. Давай нерчим? Нет. Шерсть такая капризная друг за друга. Ну, вот мама. Вот я езжу. Вот она езжу. Вот она езжу. Вот она езжу. Мне чем больше нравится делать крючком, потому что это намного быстрее, чем спицами. И, как сказать, ряд получается выше, чем когда вяжем спицами. То есть в этом плане какие-то объемные вещи, большие, вязать, конечно же, удобнее и быстрее. Вот, девочки, смотрите, я похожа к концу. Делаю последние две петельки. И одну наверх. Затем я переворачиваю и продолжаю через одну. То есть одну мы пропускаем и через одну опять запускаем. тянет. Вот у нас получается следующий столбик. Видите, какой он большой по сравнению со спицами. Он в два раза получается больше. Ну и, собственно, вот что у меня получается. Это не черный, это темно-темно-серый. Прям такой, знаете, асфальт. Очень красивый цвет, на самом деле. Когда будет уже переход к более светлому-серому, будет понятно. Ма-ша. Да взялись, асфальт. Ма-ша. На-у-и. У-ла. На улице такой ветер. Но я вот думаю, девочки, у кого есть детки, подскажите, может быть, если просто кашель без температуры, без всего, может быть, все-таки можно погулять? Потому что, ну, сидеть дома в этой духоте с этими батареями, мне кажется, тоже не очень хорошо. Кто-нибудь гуляет с кашлем? Ну, с таким уже откашливающимся. Девчонки, у нас сегодня ужасный день. Я не знаю, с чем это связано. С самого утра мы с девочками начали ссориться. Вот у меня, значит, настроение плохое. Варя начала конючить с уроками. Потом у Василисы тоже, видимо, подключилось что-то такое же. В общем, слава богу то, что сейчас Варя уехала на занятия в школу. Василису я положила поспать, потому что, ну, просто с утра это какой-то кошмар. Не знаю, может быть, магнитные бури. У меня еще опять скачало, видите, опять простуда. Вот. А я ходила сейчас в фикс прайс. Мне нужны были, ну так, по мелочи ролики для одежды. Вот эти вот липкие формы для духовки. Сейчас хочу свинину сделать, ребрышки свиные. И сейчас покажу, какая там новинка появилась. Классная. Вот, смотрите, какие часы. Очень прикольно смотрятся. Ну, знаете, бывает там такой пластик дешевый. Нет, эти сделаны хорошо. Нигде вроде ничего не торчит. 199 рублей цена. И вот я думаю, куда мне их повестить. В спальне они, наверное, сольются с моими белыми обоями. Так что, наверное, они у меня будут висеть в гостиной. Сейчас попозже Василиса проснется. Я повешу, покажу, как они смотрятся. Ребрышки никак не мариновала. Просто сейчас натру их чесноком, перец, соль. Я их разрезала так, чтобы было удобнее. Потому что девочки их есть не будут. А нам с Максом так удобнее уже кусочками, чтобы не резать их. Вот. И, собственно, разогреваю духовку. Сначала под фольгой буду их держать, наверное, минут 45. 45 час. Потом сниму, чтобы они зажарились. Девочки, кстати, часики даже со стеклышком. Я думала, что там просто вот эта пластмассовая штучка. А тут еще есть стекло. Вот. И сейчас я пойду их вешать. Вот на это вот место я хочу их повесить. Часики красивые, но они не очень удачные. Потому что стрелок совсем не видно на этом темном фоне. Вот, смотрите, как было. Вот, девочки, как вам? Эти часы, конечно, лучше всего будут смотреться на темных обоях. Потому что, ну, немножко теряются они на светлых. И они не очень большие. То есть те были, наверное, вот досюда, вот эти поменьше. Но мне нравятся. Там еще были такие серые. Но, по-моему, меня смутило в них то, что стрелки были золотые, что ли. Или что-то там было, в общем, то, что мне не очень понравилось. Доброе утро! Варя любит очень хим. Самый лучший день. А еще Варя любит капусту. Как она называется? Цветная капуста. Я очень рада, что она ест хоть что-то полезное. А у вас дети едят что-нибудь такое полезное? Я еще морковь люблю. Давайте морковочку сейчас натру сахарком. А что, Селюша с тобой тоже полопает? И яблочки, мандаринчики. Ну, правильно. Мандарины это со мной не вопрос. У нас еще запасы конфет никак не кончаются с Нового года. Я не буду их есть. Правильно, не надо. А то копта будет толстая. Лучше цветную капусту, Зарь. Да? Девчонки, вот я перешла на новый цвет. Так прикольно получается. Мне очень нравится. Дальше, наверное, будет еще интереснее. Буду на этом заканчивать. Хотела спросить у вас еще, что бы вам было интересно. Может быть, что-нибудь новенькое поснимать. Может быть, какие-нибудь прически для девочек, для школы. Ну, не знаю, что угодно. Пишите в комментариях. Буду ждать, всем отвечу. До новых встреч. Пока.